То есть нету горных пород такого возраста, только в сокове, как я уже говорил. Почему океанические плаги Промитвы и Цифрандимит являются благодарным объектом для попытки восстановления возможных механизмов для заваления первого сфера? Это связано с тем, что эти породы образуются при частичном давлении, передавит габролитовая сферстрата акинистской коры, и никак не связано с магматической проволюцией коры более сложного состава, континентального типа. В качестве этого механизма мы рассматриваем вертермальный анотексис. В своей первой лекции я вам говорю, что этот механизм является пограничным между эндогенными процессами и экзогенными. То есть между процессами, которые связаны с геминирным веществом, маггинами, и процессами, которые целиком зависят от воздействия морской воды и флюктов. Вот на этом скетче, я его уже показывал, вам обозначена область, где в результате взаимодействия высокотемпературных вертермальных конфликтов с неостывшим магматическим почегом формируются кистьские породы. Здесь, в примере шлифов, показано, как эти породы выглядят. Тутианинские комплексы современного, скажем, середина океанинских рептан, которые содержат живые тела этих кислых пород, связанных и повторяясь с большим гетербазитовой океанинской корой, они дегативят к областям активных вертермальных систем, что является независимым подтверждением того, что эти породы кислого состава формируются при негативной анатоксисе. И здесь вы можете видеть аргументы в пользу существования негативной анатоксиса. Это экспериментальные данные по плавлению океанинских габб, реальных океанинских габб с участием морского хирурга. Это изотопные данные. Вы видите, что состав всех этих кислых пород смещен пушками изотопного отношения с формируются. Это характерный состав анчибола из этих пород, которые характеризуют высокий субъективной анатоксисе. И, наконец, изотопленный состав кислорода. Таким образом, мы можем констатировать, что механизм геотримального анатоксиса нет противоречиво в состоянии объяснить того, как в обстановке первичного океанинского просеянной земли могли образовываться сначала мощные, потом, может быть, более мощные тела, живые кислых пород. Если мы обратимся к данным по арфиолитовым комплексам земли, то есть тут показано фактически последовательность объектов от архея, это вот Гнейса Акаста. Вы видите, их пересекают живые пород кислого состава. Это афиолиты Камрой, Калинонские, вот живого кислого состава Камрой. Это более молодые афиолиты из Кипра, из Трудос, то же самое. И это современные океанинские бассейны. Удивительное сходство. Теперь мы переходим к следующей теме нашей лекции. В качестве примера воздействия глиокернических процессов на балансе вещества мы рассмотрим характер распределения сферрофильных и хоркофильных элементов в системе гликросферы и таски. Параметры баллового состава описания глиокернических элементов могут быть использованы для качественной оценки относительно вклада магматических глиокернических глиокернических процессов в существующую картина по распределению сферрофильных и хоркофильных элементов. Вот в этом отношении очень показательны вот эти треугольные составы. К этим полям показаны составы фаз рудных и стлавов, которые обнаружены в глиокернических порогах. В глиокернических, в том числе в базальтах и т.д. Здесь, в зелёном поле, показаны составы рудных фаз, которые описаны в активных глиокернических фазах. То есть эти фазы все вторичны. Вот данные, которые получили мы по реальным составам глиокернических переводителей. Они занимают промежуточную область. Таким образом, в них записана история и тех, и этих процессов. Существенно, значит, ну тут вы можете видеть тенденцию, связанную с вариантами содержания с ронцевой, который является наиболее мобильным элементом и характеризует степень изменения океанических глиокернических глиокернических глиокерний. Существовая переноса этого элемента установлены как в технических глиокернических глиокернических порогах. и здесь вы видите, как выглядит корреляция между содержанием стронца и кальция в мантильных гидрокитах океана вот эта тенденция первична, то есть вдоль этой линии располагается максимально депректированной гасбуминкой, а этой гасбуминкой а вот эта вот тенденция напрямую отражает вторичный процесс она четко проявлена теперь вы видите, что рассмотренные нами силосидрофильные и калькофильные элементы обнаруживают корреляцию с содержанием стронца а девиации эти нуждаются в более детальном объяснении, но мы, собственно, не до этого используем теперь мы попробуем сделать какие-то выводы на основании того, чтобы это видно не было вот здесь показаны валовые и затопные метки одессионных передатитов зачем, значит, мы их тут показываем? дело в том, что одним из действенных инструментов определения длительности экспонирования на поверхности океанинского дна передатитов может являться затопным составом таким образом, что это поле включает составы передатитов, которые недавно были экспонированы на поверхности океанинского дна а вот эти составы соответствуют передатитам, которые длительно, ну, в течение длительного периода находились на поверхности океанинского дна и вот эта вот замечательная картинка, которая показывает обратную корреляцию между измеренным содержанием золота в этих порогах и величина отношения изотопного и океанин, тех же образцах это позволило нам сделать вывод, интересный довольно, что по мере длительности экспонирования серпетиниров на поверхности океанинского дна они обогащаются золой и сервером писателя теперь мы перейдем к самому большому по объему блоку нашей лекции поскольку последствия серпетинизации мантийного вещества определяют очень большое количество эффектов геохимии в системе летосферы и атмосферы эту картинку я уже показывал это, собственно, генеральное превращение океанинских порог и теперь мы переходим к серпетинизации что фактически необходимо для того, чтобы этот процесс пошел и какие объекты так или иначе задействованы ну, во-первых, вот базовая реакция нам необходимо иметь сугубо магнезиальную фазу, воду ну и в некоторых случаях СО2 не для сапитизации, а для когнитизации сейчас мы говорим только о высоком магнезиальной фазе и валии вот вторичная фаза, которая образуется в серпетинизации серпентин, брусик, магнитин и выделяется огромное количество геохимии какие объекты неизменно участвуют в этом? это мантийные передатиты современной акининской коры это мантийные передатиты афиолитов и фенолитов это мантийные передатиты ксинолитов и метриклитов и фенолитов это мантийная история то есть эти объекты полностью осуществляют вот эту вот историю всех их родниц существовали высоко магнезиальных составов ну, тут попросту вы видите знакомых вам передатать помогают это мантийные передатки Продолжение следует...